Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Писатель, драматург, переводчик в одном лице. И это лицо Михаил Мишин, с которым у нас сегодня разговор. Миш, мы дружим лет 40, да? Я веду эту передачу и всегда думаю, ну с тобой-то я еще успею сделать. Мы-то друзья, с друзьями всегда успеешь. Вот, наконец-то я успел, и ты успел, и ты успел, и я успел. Давай начнем, может быть, с самого начала. В наших разговорах ты очень часто говоришь о Ленинграде, в котором ты жил. В Ленинграде. Что это было за среда, что это был за город, твой Ленинград? Ну, ты даже не знаешь, как понимаешь, или коротко, или надо посвятить цикл передач. Но для меня Ленинград это просто первая половина жизни. А значит, лучшая. А значит, молодость. А первая половина отличается от второй тем, что там почти все было в первый раз. Первая отметка, первая школа, первая, значит, драка, первая девочка, первый брак, первый ребенок и так далее. Потом, может быть, бывало что-то лучшее, но уже не первый раз. Поэтому Ленинград для меня это просто вот там все произошло. Скажи, пожалуйста, ты возвращаешься в Ленинград физически? Сейчас редко, потому что я люблю, но дело в том, что там уже ушли все. Или ушли, или... Ну, большей частью иных уж нет, а некоторые там далече. Но когда не стал родителем, я к маме ездил, даже когда папа ушел. Ну, раз в неделю, раз в две уж точно. А потом я там с дуру, когда маме не стало, я так на нервной почве ищу квартиру, мы продали вот ее маме. Зачем, не знаю. Ну, в общем, думаю, ну а что? Там соседка просила, она маме много помогала. Ты уйд все равно в Москве, а у меня сын растет. Ну, в общем, короче. И теперь я приезжаю в Ленинград и в гостиницу. У меня диссонанс вот этой, значит, родного города и какая-то гостиница. Сам по себе обидный факт. Нет, я люблю, потому что там просто ноги сами несут. Я уже забыл даже какие-то улицы, как называются. Ну, они там переименованы, понимаешь. Но он соразмерен мне, как и всем этим людям, которые там живут или приезжают. Всегда на твоих вечерах, где я тоже имею счастье бывать, тебя мучают вопросом о работе с Райкиным. Ну, то есть не проходят мимо этого вопроса. Это важный момент в своей жизни, когда ты написал два спектакля для Райкина. Думаю, наши зрители знают Райкина, конечно, актера великого, сатирика. Но ты его знаешь как человека. Вот расскажи немножко о человеке Райкине. С другой стороны, кулис как бы. Ты понимаешь, ну, вот действительно, та самая история, когда и хочешь сказать по делу. Ну, трудно, потому что, во-первых, что касается актера, тут иллюзии у меня нет. Его помнят и видела вживую. Поколение все-таки, ну, скажем так, мягко скажу, 50 плюс, если дети видели в 50. Понимаешь? Ты имеешь в виду вживую? Вживую, конечно. Потому что им ничего объяснять не надо. Те, кто видел его, объяснять ничего не надо. Кто не видел, тоже бесполезно, потому что никакие пленки, никакое кино не дает ни малейшего представления о том, что это было такое. Я очень не люблю слово гениальный, потому что сейчас гениальная любая табуретка, которая два раза споет на конкурсе. Но если можно об актере сказать, гениальный актер, то вот я на своем веку все-таки пообщался с разными и очень хорошими. Ну, вот я бы сказал. Кибернетика, электроника, а голова на что? А? Голова, черепок. Он ведь думает, кумекает, варит. А? Шарики бегают. Шарики-то бегают. А? Мысль. Движутся мозги. Шевелятся. Думает человек, соображает. Руки. Ать, два, ать, два, ать, два. Зарядка. Придумали. Лишь бы дурака валять. Лишь бы ни черта не делай. Здоровенный бугай жирь поднимает. Воздух впустую перемалывает. Пусть он камни таскает. Вагонетки с углем. И платить ему не надо. Он же загирит, а деньги не берет. А? У-у-у. Есть же у нас народ. Есть же у нас весь трудовой народ. По утрам вместо физзарядки будет яму копать. Ой, ямище-то будет. А? Ой, туда воды накачать. И этих водоплавающих. Водоплавающих. Пустите гусей. Перспектива. Через год на каждого. Во! По два гуся. Не, по четыре. По четыре гуся. Это вместо физзарядки. Во! У-у-у. Человек, ну, сложный был. Ну, сложный, непростой очень. Я не могу так на себя взять ответ, что я хорошо знал его. Но мы долго, конечно, сотрудничали с ним. И до того, как пришел Костя со своей молодой там компанией, да, и до того, как театр перебрался в Москву, а стал государственным, репертуарным и так далее, он вне сцены был очень тихий, очень немногословный, улыбался, редко смеялся, очень был элегантен был в каждую секунду времени. Он может было фотографировать в каждый живой момент времени, потому что он был как кларнет абсолютно такой, элегантный, серебристый весь такой. Он же влюблялся в очередного автора всегда. Когда я созрел, что мне захотелось, а это же была абсолютная вершина жанра, все, ну, я же что-то уже пописывал, меня уже кто-то что-то читал, знал, но тут же мне хотелось предъявить свое художество, значит. И друзья, которые в театре работали, значит, меня привели, то ли после спектакля, то ли в антракт, сейчас не помню, он такой тихий, значит, белый-белоснежный рубашистик, в антракт, по-моему, был, как кушал яблочко, значит, я, да, ну, оставьте, спасибо, оставил я ему эти самые свои писания, а он собирался делать новый спектакль, это же было время, когда... И спектакль шел год, почти ежедневно, потом он навсегда исчезал из репертуара, и, значит, новый возникал. Так работают мюзиклы, у него две есть. Да, 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 у него же не было, до переезда в Москву, у них не было своей площадки, они там базировались в театре эстрады Ленинградском, ну, это репетиция, все, но своего помещения не было. Вот, и, значит, оставил я это все делаем, послезавтра он шелезвонит, наговорил слов, после которого я с простыми людьми, вроде, тебя вообще разговаривать-то не должен был бы, понимаешь? Ну, там несколько человек у нас было, Шекспир, там, значит, еще кто-то, и я, не помню, третьего не помню. Ну, вот, и мы стали, да, работать, что-то такое делать, да. И я уже в какой-то раз, помню, обнаглел совершенно, и говорю, Аркадий Савчин, ну, вы не так читаете здесь, я говорю, мысль уходит, я ему говорю. Он говорит, он меня любил в этот момент. Он говорит, ну, куда же она уходит, я же здесь. Это была чистая правда, потому что, ну, его вот это актерское, понимаешь, было важнее, чем мои мелкие, так сказать, страдания. Великий был актер. А вот так, чтобы покалякать вечерок, провести с кем, не с, не, вот с кем, вот с кем, вот с кем, вижу. Ой, книжечки, да, книжечки, книжоночки, книжулечки. Как у вас времечек-то хватает и чужие написать, и свои прочитать. Ой, Господи, здоровечко. Я говорю, пожалели бы себя-то сразу, сразу за бумагу, сразу за чернил, сразу за перо, сразу писать, сразу свои книжечки эти, книжоночки, книжулики, все жулики, все. Этот жулик самый страшный. Отца родного не пожалеет, а пишет с ног до головы. На двенадцатом этаже этот, Орел, живет. Я в лифт, вжик, вверх, к его квартирке на цыпочках подхожу и в звоночек. Он к дверям подходит, как обычный писатель говорит, и кто там? Я в лифт, вжик, вниз, из телефона автомат, ему дринь, он трубку снимает, как обычный писатель говорит, алло. Я молчу, он, слушаю вас. Я в лифт, вжик, вверх, динь, вжик, вниз, дринь, динь, дринь, динь, дринь. Он, алло, слушаю вас. И кто там? Ну, ничего, думаю, хоть ты и писатель, а через час ты у меня всю литературу забудешь. Ты у меня гавкать начнешь. Сейчас прошел, он все так же. Алло, слушаю вас. И кто там? Верите, нет? Четыре часа он надо мной измывался. Потому что мне надоело, я по телефону ему дринь, он трубку снял, я ему в ухо свиснул, пошел домой. Вообще, понимаешь, актерская профессия страшная, потому что это единственная профессия творческая, которая, вот, театральные актеры, я имею в виду, вот пока только жив. Все остальное, легенды мы можем сколько угодно рассказывать. Там какой был гений Михаил Чехов, там, Станиславский, ну, подставляй имена. Мы верим на слово. Мы не видели. Понимаешь? Ну, да, гений, там, система осталась. Да, Райкин, вот, Великий, видел. А потом уже это только легенда. Миш, вот, как получилось, что от Райкина ты перешел к Райкину, младшему? Я знаю, что ты работаешь с театром «Сатиры», там идет твой спектакль. Там было очень просто. У нас, вот, это был спектакль «Его величество театра». Это последний такой спектакль старшего Райкина, где он был еще в энергии большой. Это был вообще предпоследний спектакль его биографии, так сказать. Который, кстати говоря, с нашей бесхозяйственной все не записано, вообще-то говоря. Не записано? Ничего нет, какие-то кусочки только есть от него. Вот, и когда театры, я уже говорил, они перебрались, значит, в Москву и получили здание, возник вопрос репертуара. Уже нужен был не один спектакль, а хотя бы что-то такое. В это время пришел Костя с молодой группой. И вот, ну, они мне предложили, значит, вот, писать, что-нибудь придумали вместе с ним для молодой труппы. И мы придумали спектакль «Лица». Так, кто у меня следующий? Сергей Еремеев, Марина Голубцова. Правильно? Правильно. Так, жених, станьте слева, невеста справа. Справа, я сказал, справа. Папаша. Папаша. Скромней надо быть. Я один здесь. Вот так вот. Далее, повторяю я, распахивается дверь. И жених с... Да не сама распахивается, папаша. А я ее распахну. И жених с невестой входит в зал, где и будет произведена запись акта гражданского состояния. Не надо делать такого лица, невеста. Вас сюда никто не гнал, сама пришла. Кстати, отдайте ей букет в правую руку. В правую я сказал. В правую. Ты мотаешься и здесь целый день, как собака. Никто спасибо не скажет, конечно. Я здесь для чего? Для того, чтобы сделать для вас этот день незабываемым. И таким я для вас его и сделаю. Это был первый спектакль в биографии театра, где Аркадий Садьевич не выходил на сцену. Это была отдельная история, потому что, с одной стороны, это молодые, это его детище, это Костя и все такое прочее. Но он все время... А вставил Валера Фокина. И он все время говорил, да, нет, ну тут я должен выйти с монологом. Мы, значит, страшные интриги плели, как бы его убедить, что не нужно. Ну да, Аркадий Садьевич, ваш выход, он раздавит ребят, вы же понимаете, масштаб. Слово масштаб ему нравилось, он на некоторое время успокаивался. Но все равно. Но потом уже гордился, что вот, да, второй спектакль, лицо, да, молодежное. Очень хорошо шел. А он Косте ревновал? Ну, Косте отдельный разговор, отдельные у них отношения, очень любили друг друга и все. Но он вообще был ревнив. Вот он за кулисами стоит, я за его спиной, а ему выходить, а там без него, его же актера, его театра, там смех в зале. И он с трудом это пережидал. Ему надо было, чтобы вот... Мне всегда очень интересно, как люди творческие работают. Я обратил внимание, побывав на нескольких выставках подряд, что, например, да Винчи вел записные книжки. Да. И Ван Гог зарисовочки маленькие делал. И наш с тобой друг Миша Живанецкий ходил по Одессе, с задним карманем у него была записная книжка. И он фразы записывал, которые слышал. Ну, мне, вы с стороны, и тобой ряд нравится, но... Я понимаю. С рыбком, понимаешь? Дневник ты ведешь? Я несколько раз принимался. Меня хватало очень на коротко, чтобы вот так регулярно... Это, знаешь, как... Ты же помнишь, когда ты меня привел в «Московские новости»? В «Московские новости» хотели, чтобы это было регулярно. И у меня была моя колоночка. Ну, я умирал, я не мог быть регулярным, ну, не хоть-то ловно. К вопросу о дневнике. К вопросу, да. Но так регулярности нет. Что-то записывал, что-то... Но это все, к сожалению, не так, как у Довинчи, когда мы разговаривали, как раз обменивались. У него было это все по-другому. Он регулярнее обменивался, да. Человек — это звучит гордо. Прекрасные слова, которые с самого начала полюбились нам, ибо мы почему-то приняли их на свой счет. И стали звучать, то есть гордиться. Ну, прежде всего, конечно, мы гордились, что у нас самая большая в мире территория. И самая непроходимая в мире тайга. И самая косолапая медведь. И самая минусовая температура. Мы вообще своей стужей так гордились, словно были ее причиной. Что впоследствии подтвердилось. А вот ты считаешь, что есть времена, когда не до смеха? Нет, такого, пожалуй, нет. Потому что человек так устроен, понимаешь? Ну, меняется как бы вкус его, что ли, и цена. Ну, когда цена дорогая, он дороже. Ну, это убить нельзя, это не умирает. Ну, это, где-то сказал сам себя просто. Это же инстинкт самосохранения, понимаешь? Ты шутишь, тебе легче как бы с этим сжиться или преодолеть, или примириться. Нет, это очень хорошая формула, смех как инстинкт самосохранения. Ну, человек, да, потому что ты... А как? И там, вот, когда вот юмор, сатира. Ну, если сатира, это там, как бы смех, который направлен на преодоление, так сказать, порога. Вот дворник плохо посыпал песком лед, вот, и мы, значит, смеемся, чтобы он посыпал. А юмор, он... Журнал «Крокодил» 68-й был. А вот, а юмор, это наш, это такое присущее нам качество. Другое дело, если мы говорим, что это чувство, значит, это как, ну как, вот, зрение, там, слух. Да, один прекрасно видит, это орлиное зрение, другой вот, в очках, да, третий вообще ни черта не видит. То же самое здесь. Один, я тебе сказал, мгновенно рассмеялся, второй через минуту, третий через две недели. То же самое, понимаешь? Наш такой друг, Миша Живанецкий, делал всегда паузы, когда ему казалось, что зал должен смеяться, зал не смеялся. Ну, он намекал, да, бам, да, я делал то же самое, когда выходил, абсолютно, конечно. Ты очень легко работаешь залом, как-то выходишь, входишь, перемежаешь тексты, вопросы-ответы, как-то у тебя это, все-таки не напряженно получается. Ты учил себя работать залом, и какой зал для тебя лучший? Ты знаешь что, тут несколько вопросов сразу. Во-первых, как я сам себя цитирую, чем старше, тем больше сам себя повторяешь. О себе очень трудно говорить не потому, что это кокетство, ты просто не знаешь, ты не хочешь, соврешь, понимаешь? Ну, во-первых, конечно, опыт какой-то, во-вторых, наверное, какие-то склонности, способности, чего-то такое, да? Но для меня, мы когда-то, кстати, с Мишей Живанецким говорили, для меня, как и для него, самое важное, совершенно не смех в зале, а контакт. Не надо, чтобы установился контакт, если они смеются прекрасно. А как ты его чувствуешь, что вот он усыновился? Ну, вот чувствую, я не могу это сказать. Какое-то есть внутреннее. Мы с тобой вот сидим, у нас контакт, и мы это чувствуем. Если не будет контакта, мы тоже это почувствуем. Так и зал. Кстати, у меня будет, если кто слушает и смотрит эту передачу, а все обязаны, я считаю. Конечно. Да, у меня будет вечер в пространство внутри, называется эта сцена. Я всех приглашаю, потому что зал маленький. А пространство внутри небольшое. А наслаждение вас ожидает огромное. А скажи мне, пожалуйста, все-таки, какой зал для тебя лучше? Может быть, это географический зал какого-то города? Или зал, в котором много молодежи? Или наоборот, зал, в котором люди... Демократический зал, который просто пришел, потому что хотел прийти. Вот и все. Мне ничего, не угадаешь никогда. Никакой географии. Ну, нет, бывают, конечно, криминальные случаи, когда... Когда-то только начинали мы выступать, а что-то нас... Я еще в Ленинграде жил, и какая-то писательская группа поехала по войскам, значит, Ленинградского военного округа, нам говорят, ну, вас там ждут. Ну, просто, и мы втроем. Я и два поэта сейчас не буду называть. И они выходят там, значит... А я не вижу, что там ангар, огромный ангар, ну, военный городок ангара, там, значит, скамьи, там, значит, человек 600 людей, как мне сказали, там человек 600, ну, здорово. И молодые ребята, значит, солдаты. Они-то... Я слышу аплодисменты, один ушел, второй, а я последним, значит, буду сверкать. И я выхожу на сцену и холодею, потому что весь зал, это ребята из Узбекистана, ну, все новобранцы оттуда, которые плохо еще говорят по-русски, а я же как бы со словом. Я, ну, понимаешь, ну, провал, все. Я уже, значит, смирился с ужасом, выхожу. Открываю рот, значит, там, мол, типа, здравствуйте, дорогие друзья. И вдруг обвальная овация. Я думаю, что происходит? Там сидит человек, который ими дирижирует. Он за моей где-то спиной, понимаешь? Так что это был... Такого успеха я не знал больше. Одна из твоих любимых тем – это перевод пьес. Как правило, это комедии. Книжка, которая у меня есть, твоя так и называется «Четыре комедии». Вопрос, который меня всегда мучает. Юмор переводим или нужно перепридумать его? Ну, в принципе, как что-то да, что-то нет. Потому что, ты понимаешь, это касается не только комедии. Грубо говоря, ну, мы смотрим Шекспира. Замечательные версии, там, Старна, Глазинский, там, Щепкин-Куперник и так далее. Но все равно мы никогда не будем воспринимать так, как воспринимают англичане. Потому что англичанин, его биография, биография его предков, среда, история – все это в наших клетках сидит, и мы не можем. Так же, как они никогда не будут воспринимать так, я не знаю, Пушкина, условно говоря, или Толстого. С жанром то же самое, только тут проблема в том, что если там в этот момент есть смех, значит, я обязан что-то сделать, чтобы он был тоже. Иногда это довольно легко, потому что, ну, в общем, какие-то вещи общечеловеческие, но иногда это какие-то смешные вещи опираются на реалии. Ну, просто реалии, которых мы тут не знаем, но нет у нас их. У меня, ну, если хочешь, я когда-то там, значит, каким-то образом привлекся к переводу, значит, этого легендарного, культового, как теперь говорят, сериала «Друзья». Два сезона там, значит, переводил. Увлекся, просто стало интересно. И вот там идет, а там все вживую, пишется с аудиторией. Вырезать ничего нельзя, естественно. Там герой говорит, ну, она там, как Джан Коллинз, там, в зале хохот. Что такое? Надо знать, что это актриса стареющая, она все время американская, которая с молодыми мальчиками. Вся Америка это знает, и ей ничего не надо объяснять. Они хохочут. Что мне это делать? Понимаешь? Ну, крутишься, что-то изобретаешь, вот в этом-то проблема. Английский же более емкий язык. Да. Он, во-первых, слова короче, просто в два раза. Ну, просто в полтора. Пока мы скажем, здравствуйте, они сказали, все кончилось. Ну, вот стараешься как-то не каким-то, значит... Ты имеешь в виду хронометраж? Ну, конечно, чтобы она была динамичная, чтобы она также была как-то бойкой, быстрой и так далее. Ну, по возможности. У тебя в книжке ты приводишь, видимо, из своих собственных записок цитаты великих людей, которые... Я поковырялся. Нет, это не из записок. И там есть замечательная фраза Чуковского, я ее заполнил. Перевод – это автопортрет переводчика. Конечно, безусловно. А как ты эту фразу понимаешь? Очень просто, потому что... Так ты... Это каждый может понять. Возьми просто там... Ну, смотри, вот мы говорили про Шекспира, да. То есть в этом наша сила, потому что англесян Шекспир один на веки, а русских, может быть, сколько угодно Шекспиров. Они могут быть очень хорошие, разные. Только того не будет. Пастердак увидел своего. Ну, наверное, я оставляю тоже свой след, конечно. Миш, последняя твоя книжка, собственно, вышла довольно давно. Я ее помню, это в серии «Онтология твоих произведений». Но после этого ты занялся переводом. Перевел ведь кроме пьес еще Маркеса. «Хроника заранее объявленной смерти». «Заранее объявленной смерти», да. Значит, да, действительно, это придумал Юра Кушак. Придумал такую историю, покойный писатель детский, очень хороший. Он придумал такую антологию сатиры и юмора России 20 века. И там, ну, просто все. Я говорю о диапазоне. От, там, Зощенко, Булгакова, Ильфа, Петрова, там, я не знаю, Горина, Арканова, и Теффи, и не помню, кто еще. Ну, 52 тома, по-моему. Ну, мне нравится слово «онтология» вообще. Понимаешь, это сразу что-то такое мраморное, что-то такое лавровое венок, римские цифры. Вы читали меня в «онтологии»? Да, да, да. Вот, ну, я и написал, что я, значит, литератор второй половины 20 века. Мне вообще нравится это. Потом, как-то я увлекся, действительно, театральным этим переводом, много переводил. Потом мне захотелось как-то, ну, это обозначить. На самом деле, это никто не читает толком. Ну, кто читает драматургию вообще переводную? Ну, это очень, да. Ну, мне надо было обозначить, она не маленьким тренажом. Очень, кстати, первая книжка, которая мне нравится, полиграфически. Моя, я имею в виду. Ты имеешь в виду четыре комедии? Да. Она замечательно издана, замечательно. Ну, вот, и сейчас я хочу сделать такой второй, Тонин. Потому что у меня за это время накопилось еще четыре пьесы, на этом я закончу. Ну, то есть они уже закончены. Просто, ну, вот мы сейчас работаем, значит, дизайнером над второй. Идут они в стране? Они много идут. Там как раз эта проблема была в том, чтобы отобрать, что туда включить. И я включил то, что, как мне показалось, легко читается. Драматургию тяжело читать. Тяжело. Это не каждый, да, понимаешь? Ну, там легко я давал людям, и люди как бы реагировали. Одна очень известная, значит, редакция сказала, что это даже смешнее, чем на спектакле номер 13, где она была. У меня есть идея даже двух книжек, но с моей неорганизованности, о которой я уже сказал. Это не кокетство, опять-таки, а это чистая правда, к сожалению. Я ничего никак не могу собрать. Ну, вот одну я хочу собрать, тоже сложить из разных книжек, которые уже были. Добавлю что-то, знаешь, как это вот сборник рассказов о Генри, и там из книги, там «Огни большого города», из книги, это из книги, это, и это так складывается. Вот я тоже хочу из книги, из книги, такое сделать. Вот, так что нет, мысли их есть. Это есть просто медленно, и... Вот перевод Маркеса чуть-чуть подробнее расскажем. Это была отдельная история, она довольно личная, потому что я, ну, был мотив, чтобы я выучил язык. Я же его сам учил, испанский. Сейчас, конечно, все подзабыто, но практики нет. Но, тем не менее. Я, когда прочел, мне привезли, значит, моя приятельница привезла мне эту книгу, еще она только-только там вышла на испанском языке, это был год 79-й. И она меня совершенно просто потрясла, потому что в таком крошечном объеме, абсолютно мощь романа, и, в общем, я до сих пор не понимаю, как это сделано, как он это сделал. Вообще, я его считаю, может быть, последним писателем глобального значения Маркеса. К этому времени были два или три перевода, уже вышли, они существовали. Меня это совершенно не останавливало. И я сидел потом, значит, из-за немог, понял, что меня тут, ну, в общем, я, нет, я оставил ее, тот самый случай, литературный случай, знаешь, когда прошло 20 лет, именно 20 лет, и я ее опять взял и опять встал, значит. В общем, я ее до какого-то уровня довел и, значит, с ужасом дал, дал почитать. Ее прочитала Лена Шубина, знаешь, издатель. Конечно, замечательная издатель. Она, да, и она сказала мне какие-то совершенно теплые слова очень, потому что, вообще, мы любим уже, чтобы нас не просто хвалили, а чтобы нас хвалили за то, что мы хотим, чтобы нас похвалили. И она похвалила очень точно. Еще раз хочу ей сказать спасибо большое, Лена, где ты есть, если слышишь. Несмотря на то, что издатель тогда выпустила эту вещь в другом переводе, только-только, и они выпустили второй раз в моем переводе. Знаешь, что-то бывает очень редко, мне было лестно и приятно, ее раскупили. Ну, говорит, а качество перевода, кстати. Ну, я хотел бы надеяться, да. Домой гораздо лучше, что-то разговаривать. Ну вот, поэтому вот такая была история, да. Но она была отдельным таким эпизодом моей, как бы, биографии. Я хочу тебе рассказать историю с Маркисом, которая была у меня в московских новостях. Ко мне зашла одна из сотрудниц и говорит, Виктор Григорьевич, давайте будем первыми опубликованным литературным завещанием в Маркис. Да, да, да. Это фальшивка, которая ходила, да? Оказалось, фальшивка. Фальшивка абсолютная. Но я ее рассказываю, потому что она имеет, как бы, второй круг. Да. Не буду называть фамилию, она очень известная актера, который создал моноспектакль о своей собственной жизни, где одним из поворотных моментов и спектакля, и жизни является это письмо Маркиса, которое он нам читает. Которое он прочел в московских новостях. Я человек, видимо, слабовольный. До сих пор я не решился ему сказать, что это фальшивка. Я же ломаю весь спектакль ему таким образом. Да, да. Многие могли купиться, потому что, в общем, она... Она была сделана гениально. Она была хорошо сделана, да. А бывают другие. Тут мне, значит, кто-то мне прислал, и говорит, ты посмотри, потрясающий текст. И присылает мне неизвестный текст. И присылает мне текст Миши Жванецкого, значит, какой-то. Я читаю и понимаю, что этого не может быть никогда просто. Я говорю, не может быть фальшивка. Нет, да нет, давай поспорим. В общем, короче говоря, фальшивка, конечно, была. И она ходила по сети, там что-то такое, да. Что Миша там что-то рассказывал. То, что он никогда не мог бы рассказать просто. Да, да. Да, 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 это отдельный жанр, да. Есть великие подделки, конечно, да. Тебе не обидно, что молодые тебя не знают? Или знают мало, скажем так? Значит, смотри. Сегодня немножко ситуация поменялась даже с 10 годами. Тебя нет в сети, тебя нет в природе. Понимаешь? Да. Поэтому у меня был какой-то период, мне тоже, я когда думаю, надо все-таки повыступаю, мне захотелось, как-то контакт с живыми людьми, ничего не заменяет. И мне захотелось. Я долго сидел, как бы ничего не делал в этом смысле. Я влез где-то в 18-м, что ли, году и стал даже что-то, ну, преодолевая себя, потому что мне как-то не хотелось. Но я понимал, что нужно, интересно. Потом даже стал интерес, что-то там выкладывал, там раз в неделю, раз в две недели. Хотя люди там пишут по пять, я люблю это слово, пост, по пять постов в день. Поэтому девочка, которая, значит, пишет ежедневно о том, как она чистит зубы, что у нее, значит, какой у нее липчик и так далее, и так далее, у нее миллион подписчиков будет. Понимаешь? Значит, меня последние, ну, скажем так, где-то кода два уже скоро, календарно, да, меня просто не было в сети, ну, не мог я ничего писать. Поэтому люди забывают. И я к этому отношусь просто как к реальности. Ну, мне неприятно. Конечно, я хотел бы, чтобы я шел по улице, и все кидались целовать мне руки и брать автографы. Но у меня не происходит. Я легко к этому отношусь. Но я никогда не поверю, что тебя не узнают на улице. Ну, давай сейчас выйдем. Не-не-не-не, абсолютно, никаких иллюзий. Кроме, я тебе вообще хочу сказать, я живу в их время. Понимаешь? Мы живем в их время. Мы теперь вошли в отдых, когда мы живем в их время. Так же, как когда-то наши родители вдруг начали жить и не понимали, что мы делаем там, что такое. А мы уже были главные в нашем времени. Понимаешь? Какое-то время мы главные в своем времени. Надо это признавать. Знаешь, что мне в тебе нравится? Нет, сейчас расскажешь. Значок. Ага, значок. Значок. Ты один из круга друзей, который продолжаешь носить этот значок как символ нашей памяти о великом человеке Борисе Литваке. Человеке, который создал центр для детей больных в церебральном параличном в Одессе. И я тебе попрошу сказать о нем что-то, но интересно, что этот центр был в Одессе, на Украине, а помогали им в основном люди, живущие в Москве, в России. Все. Я помню, да. Ну, раз уж пошла такая история. Начнем с того, что вот какой-то из приезда в Одессу ты сказал, пойдем познакомимся с Боречкой. Я первый раз тогда услышал это имя. Я думаю, какой еще Боречка? Ну, мы в компании, нам и так хорошо, мы выпиваем. Куда мы сейчас пойдем? Нет, мы пойдем. И ты меня повел, значит, на Пушкинскую улицу, значит, к Боречке. Здесь была такая спортивная школа, олимпийского, как бы резерва, как она у них там называлась, а Боречка был директором, как потом я выяснил. Мы пришли в какой-то кабинет вечером, где сидел человек в кожаной куртке, значит, двумя телефонными трубками, орал одновременно в обе, потом увидел нас, бросил труп, сказал, что сейчас не до них, и пришли на настоящие люди, это были мы, настоящие люди. И тут же потащил меня к столу, к большому столу, где стоял огромный такой, как это, макет, макет какого-то, я даже не понимал, что это. Он стал объяснять, что это макет центра от больных детей. Я смотрел на него как на такого, ну, вполне городского сумасшедшего, потому что я не понимал, что это такое. В общем, это были годы, когда вообще мало ничего не строило. Это были годы, когда все разваливалось, начало 90-х. Ну, в общем, все разваливалось, ничего нельзя было делать. Ну, и тут надо, наверное, сказать еще одну предысторию о его дочке. Может быть, ты сам лучше расскажи, потому что... Ну, откуда взялась идея центра? Она взялась от того, что у него умирала дочь, которая ему сказала, хорошо помогать спортивным детям, ты помогай вот таким больным, показала ему на какого-то ребенка. И он, когда она ушла, он эти слова взял, как эпиграф ко всей своей жизни. Да. В общем, короче говоря, да. И он дал ей слово, что он построит вот такой центр. Когда Ирочка, значит, ушла, ее нельзя было спасти, хотя он поднял весь земной шар. И вот этот вот самый макет воплотился в реальность, вопреки просто всему. Ну, я не думал, что оно получится таким масштабным, таким хорошим, но создавать я это был обязан. Рядышком стояло два дома, оба дышали на ладан. Там люди каждый день готовы были, потому что они рухнут и могут погибнуть люди. Сугубо аварийно. Я обратился в горсовет. Горсовет принял это решение о сносе этих домов. И началось. Мы хотели весь первый этаж отдать какой-то коммерческой мощной структуре, которая бы кормила центр. Желающим не нашлось. И тогда к нам пришла одна коммерческая структура и говорит, ну, знаешь, дайте нам подвал и маленькую, скажем, первого этажа. А они должны были прийти и закончить все отделочные работы внутри и снаружи. Ну, и тогда прислали 70 человек, рабочих прислали. Вот, они пришли, я во дворик компьютерного центра собрал, залез на крыльцо, как тот на броневичок, и сказал им, что здесь будет. Ребята, это сыграло решающую роль, поведение. Вы бы видели, как они работали 7 месяцев. И за 7 месяцев уже было здание практически готово все было. Мы не допустили, чтобы квалифицированную работу отвлекались на вызовы, на вырос мусора, на все остальное, на мелочи всякие, на подачу наверх, на стройматериалы. Это все делали пацаны. Школа. Я на выпускном вечере вышел. Мальчик и сказал, я не знаю, чего я там добился. Он ушел еще на мастера порта, но тем не менее. Не знаю, чего я добился в баскетболе, но я своим внукам буду рассказать, что я это строил. Мы очень дружили. И Боречка, значит, придумал такое, что, во-первых, он установил огромную мраморную доску у входа в центр, где все, кого он считал причастным и помогающим, в любой степени, к созданию центра, он выбил там имена. И ты там есть, и я там есть. Мне это приятно, и тебе это приятно. И награждал, значит, вот такими значками. А значок этот ангел, золотой ангел, фигура ангела, который стоит на фронтоне, значит, этого здания. Это был один из лучших людей в моей жизни просто. Там у него лечились дети со всего мира. Со всего мира, да. И не только мира, и причем бесплатно. Вот же в чем фокус. Мы рождены для наслаждения трудом, дракой и любовью. Исаак Бабель написал эти слова. Это мой девиз, потому что речь идет не только о том, чтобы это все создать. Речь идет о том, чтобы это защитить. Это принципиальнейший вопрос. Защитить. И мне доводилось ни разу это защищать. А когда его не стало, я такого просто никогда не видел, когда на похороны человека, который ни начальник, ни рок-звезда, ничего, пришел просто весь город. Весь город. И мы шли, и вся эта пушкинская красивая огромная улица, она была вот вся просто устлана цветами. Просто вот вся. И люди стояли. И люди стояли. Такого я просто вот в своей жизни не видел. Да, это один из героев нашей с тобой жизни. Да, да, это безусловно. Так как программа у нас называется личная, я не буду тебя мучить тем, чем тебя мучают все журналисты. Расскажите о том, как вы помогали в творческом пути Татьяне Догили. Я хотел бы, чтобы ты, что это урок, твой опыт, я даже не знаю, как это правильно назвать, вы с Таней смогли, строя свои жизни отдельно, смогли остаться семьей для дочери. Вот как это, как это, это для, это волнует, наверное, очень многих людей, у многих такие коллизии в жизни. Для меня было очень важно, чтобы Катя совершенно не чувствовала, как бы, оторванности от, как бы, семейной, так сказать, если можно сказать, и жизни. Мы уже и отдельно жили географически. Ну, от кого-то из родителей. Ну, да. Мы не прекращали общение ни на минуту. Мы все эти годы, да и сейчас, ну, мы в мире нет. Больше того, у нас было время, там, и втроем уже после будущего развода, там, и, там, летали на какой-то отдых, туда в Таиланд, по-моему, там, ну, там, вот компания. Не просто, кстати говоря, но... Да, я понимаю, я даже задаваю этот вопрос. Мне было его задавать не просто, но как-то не важно, что это, чтобы люди услышали. Ну, это, ну, понимаешь, это все на свете просто, невозможно, нет общих рецептов, понимаешь, если бы сказать, а давайте вот научим, ну, как это, это все же очень индивидуально. Да, ну, как отпечатки пальцев, ну, уж как это отношение вообще? Ну, вот он, тут сложилось, а там что-то у нас не сложилось. Ну, да. Для наших с тобой дружба очень странная, если я тебя спрашиваю, Миша, скажи мне о своих правилах жизни. Да, да, да. Ну, это формат этой передачи, поэтому я этот вопрос в конце задаю. Ну, на уровне сознания, да, ну, хочется не вредить. Ну, как врач, знаешь, вот не навредить. Насколько это удается судить, опять же, не тебе. Но на уровне желания хочется вообще, ну, быть как-то кому-то полезным, вообще-то говоря, как можно дольше. Потому что, когда вдруг бывает, ощущаешь, что ты просто, по-моему, ты уже никому не нужен, ну, грубо говоря. Ну, настроение, ну, что, ну, да, ну, уже все взрослые, ну, они справятся, ну, тут тоже, а тут уже без тебя выступают. Ну, я говорю, а этот, ну, так и этот напишет, понимаешь? И когда вот это, вот это приходит, это неприятная история. Но вот это желание такое, да. Ну, и кроме того, из желаний, чтобы ты сам, конечно, и близкие тебе люди, чтобы у них было все хорошо. Вот у близкого круга, потому что отвечать за все человечество я как-то перестал последние, там, где-то много. Вот, а надо, чтобы у близких было все в порядке. Потому что синдром гиперответственности, мне когда-то какой-то врач сказал, у вас синдром гиперответственности, он мешает. Когда все в порядке, все, тогда ответственность лежит. С того, что ты сказал, меня задела одна фраза о том, что мы живем в их жизни. Вот заканчивая наш разговор, я тебе должен сказать, ты живешь в своей жизни такой, как ты ее сделал, и никто другой твоей жизни не проживет. Это, конечно, ну, я же о другом, ты же понимаешь. Да, спасибо, да. Так что спасибо тебе за разговор. Тебе спасибо, да. Это был, в общем, разговор мудрого человека, чего я тебе в жизни никогда не сказал. Ну вот, видишь, да. А тут могу сказать. Ну, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!